Диверсификация Но не очень и не у всех вышло. Даже ее мобиля не видно в городах России, а все более импорт. Но грянул гром в виде санкций, и кто же первым перекрестился? Оказывается, мужик, аграрий, сельский труженик. И добавим, сельский труженик Ленинградской области. Сказано импортозамещению, да? И кое-что сделано. Во-первых, по производству объема молока, мяса, овощей, картофеля. Они выросли. Стало быть, покупать за рубежом можно меньше. А кое-что и совсем не надо покупать. Мы точно понимаем, что нам не нужно сегодня наращивать объемы производства мяса куры или яиц. Потому что мы полностью заполняем и свой рынок, и рынок Санкт-Петербурга, и рынок Северо-Запада. Молоко. Традиционно наша зона рискованного земледелия славилась тем, что мы производили очень качественное по жиру, по составу белка и по объему надоем молоко. Мы пока заполняем примерно рынок Петербурга наполовину. Вот здесь нам есть куда расти. То же самое по мясу говядины. Особенно по специализированной говядине. Это мраморная говядина, это зерновой откором и свинина. А мы сегодня практически уже достигаем потолка по, например, зеленому салату, по вообще зелени, которую выращиваем в тепличном грунте. Там почти 90% уже даем на рынок мы и 10% это иногородняя продукция. Мы должны вообще выйти, наверное, под 100%, потому что нет смысла ввести зеленый салат из Краснодара, когда его можно вырастить в теплицах Халининградской области. Но вот есть направления, они новые и рентабельные. Это цветоводство. Мы пока 40% держим рынка. Это производство грибов. Мы держим пока 30% рынка. И, как говорил, 10% это рыба. Во-вторых, продукция стала существенно разнообразной. Конечно, у нас не 360 сортов сыра, как во Франции, но дорогу оселит идущий. Что касается сегодня наших достижений по производству сыров, которых у нас не производилось до этого времени, в связи с тем, что линейка была представлена в наших сетях достаточно, и туда было не прорваться. Вот сейчас у нас Остапов, например, Остапова Анна. Вот она, фермер, это Северский район. Пожалуйста, порядка 40 наименований сырной продукции. Из козьего молока, в первую очередь, ну и молока, естественно, коровьего. Мягкие сыры, ну, я вам скажу так, Шевр, Камамбер, Сент-Мор, Бри, Фискель. Это вот то, что сегодня освоено уже. Это серьезно, причем там с разными добавками. Получается так, как примерно по, значит, таким, как вы говорите, сырам, если там их 300-400-500, то мы тоже можем столько выращивать. Просто они так не будут отличаться только добавочками, такими-сякими. Но основная линейка сегодня уже налажена. В полном объеме задача решается соединенными усилиями крупных, средних и малых сельских предприятий. Но нужна поддержка государственная, финансовая. Конечно, нужна сегодня поддержка финансовая. Главное, это считается, что финансовая часть кредитных ресурсов, доступности. И наши люди, которые живут на Ленинградской земле, многое смогут. Еще в два раза увеличат объемы, если мы создадим условия. И один из примеров, это малые семейные фермы, гранты для начинающих фермеров. Ту активность, которую мы видим, где мы принципиально стараемся отслеживать, насколько человек подготовлен, это должно быть. Мы не должны каждого сегодня допускать, кто только проснулся и изъявил желание туда прийти. Потому что это тяжелый труд. В одном человеке должно быть совмещено сегодня и финансист, и экономист, и технолог сегодня, и стратег, и маркетингом должен заниматься. Поэтому это не каждому сегодня дано. Международная выставка-ярмарка «Аграрусь-2015» показала, можем, если захотим, и сыры, и хамон, и разные прочие разносолы производить. И на фермерских подворьях, и в заводских условиях. Сегодня мы договорились, в первых числах октября, подпишем соглашение о строительстве большого сырного завода под Лугой. И это будет такой прорывной проект, потому что это будет не только завод, а еще и крупная молочно-товарная ферма, которая будет специально для этого завода производить молоко. Потому что сегодня уже мы пришли к тому, что молока нашего не хватает. Одно время, когда не было санкций, антисанкций, вы знаете, что очень много завозилось порошкового молока. И иногда даже бывали случаи, когда в летний период мы молоко выливали, потому что мы не могли его продать. Вот сегодня молока не хватает, рынок начинает за молоко бороться. Есть, правда, одно «но», а, пожалуй, даже и не одно. Крестьянскую инициативу должны поддержать, помимо финансистов, промышленники. Ведь почти все большие и малые машины, оборудование, роботы и прочее-прочее импортные. Конечно, корову надо уметь дойти руками, для понимания процесса. Но лучше роботами, а еще лучше собственного российского производства. Пока же у входа в главный павильон выставки «Аграрусь-2015» в Ленэкспо находится только один символ былой промышленной мощи страны – прямой потомок могучего трактора «Кервиц». Но один в поле не воин, тем более, что фронтов-то много.